полетает это вот этот самолет был северно-корейский достался достался я не знаю как но видимо во время корейской войны неплохо сохранился а вот такой же миф-15 только учебно-тренировочный на двух человек курсант инструктор вот самолет который не смотришь он вроде улыбается улыбающаяся морда далеко не могу прочесть табличку далековато вот Таня изучает миг-17F который с 1953 года выпускался тоже непонятно как сюда попало а вот он гроза фантомов миг-21 он прямо по курсу видите вот по сравнению с людьми какой величины это была первая ступень ракеты Титан-2 да да вот это вот улыбчивая морда это называется Т-102 это учебно-тренировочный самолет у него два пилота сидят рядом не один за другим а рядом а это вот другой учебно-тренировочный исключительно маленький просто симпатичный и называется он Т-304 8А вот я вам показывал двигатель это как раз двигатель который установлен на эту сторону людей вот еще один хищник летающий два пилота сидят рядом под ними зубы и два турбовинтовых двигателя это что-то такое морского базирования но невероятно прикольные и наверное очень интересно было бы на нем полетать вот рядом с ним тоже стоит самолет который там два даже вот один маленький а второй там тоже палубный очень интересная конструкция вот такой вот у него два хвостовых оперения нужно снять другого ракурса еще один тренировочный самолет Т-28 Троян Троянский конь Большой что-то типа нашего наверное Ягд 52 только двигатель мощнее вот он этот морской самолетик видите, у него так два хвостовых оперения и они виляж Держит на себе хвостовое оперение. Интересный дизайн. Называется это у нас СИВАЙ-100. Вот это у нас легендарный Б-17, летающая крепость. Вот у него пушки впереди, пушки сверху, пушки снизу, пушки по бокам. Здесь вообще тиши все. Павильон с самолетами времен Второй мировой войны. Вот Стэн, который рассказывает об истории создания атомной бомбы. Вот у нас Малыш, а вот рядом с ним Толстяк. Малыш был сделан из Урана-35, Толстяк был сделан из Плутония. Активные материалы для этих бомб добывались в Нью-Мексико и в Аризоне, здесь вот недалеко. Первую бомбу испытали в Нью-Мексико. Вот показана фотография взрыва первой атомной бомбы, которая была взорвана в штате Нью-Мексико. А вот модель, не модель, а та бомба, которую взорвали. Вот как она выглядела, не упакована. Еще один взгляд на Б-17. У него стояли пулеметы по бокам, на корне и внизу вот этой вот кабинки. И вон открытые бомболюки, куда мы сейчас и направляемся. Мы находимся в бомболюке самолета. Вот прямо здесь над нами одна из бомб закреплена как демонстрационный экземпляр. Достаточно приличные размеры для Второй мировой войны. Вон там видно пулеметы, которые стреляли в боковые окна. И вон рядом еще один отсек. А там впереди кабина пилотов. Все коммуникации здесь проходят. А вот Таня на фоне Би-24. Я хочу исправить историческую ошибку, это Би-24. Би-17 будет в следующем ангаре. Вот тут вот некоторые товарищи, которые приехали из стран не очень жаркого климата, совершенно ошарашены тем, что вот такие вот страшные, ключи и неуклюжие создания как кактусы могут трясти и давать очень красивые цветочки. Ну, видите, вон там вот разнообразный вот этот вот кактус. Я забыл, как он называется. А вот этот вот называется Fish Hook Barrel. Barrel по-английски это бочка. Вот он выглядит как бочка, а крючки у него острые, с загнутыми краями, которые цепляются как рыболовные крючки. Вот Fish Hook это рыболовные крючки. Поэтому так оно и называется. Как называется? Таня пошла к кактусу вот этот вот, который вот прямо. Вот это называется Teddy Bear Choya. Это кактус, у которого, ну он похож на дерево, но покрыт иглами и между этими иглами еще такой типа пушок. Вот из-за этого пушка он называется Teddy Bear. Teddy Bear это так называют ласковые медведи здесь. Вот это вот такая пустынная растительность. Вот прямо перед нами вот это вот, называемая пустынная акация мискит. У нее, в отличие от нашей акации, листья исключительно мелкие и как только проходит влажный сезон, как только начинается жара, они практически больше чем наполовину опадают, их остается совсем немного, она стоит голая. А вот это вот мощный самолет, который мы видим, это Б-29. Это тот тип самолета, который сбросил первые атомные бомбы. Для Второй мировой войны он отличался тем, что он был полностью гранитичный, поддерживал внутри давление на высоте, жизнедеятельность экипажа обеспечивая. Рассказчик летал на этом самолете. Вот рассказывает сейчас, как указывает вот патрон, что нужно стрелять с превышением, потому что эти патроны пролетали до пяти километров и просаживали. Вот это вот под крылом стоит самолет, на котором летал наш кошек, называется Аэрокобра. У него стоял 12-цилиндровый для одного двигателя, он там за стеклом показан. Это вот 12-цилиндровый двигатель, который приводил эту Аэрокобру в движении. Остаточно совершенная вещь для того времени. Это бомболюк В-29. Серьезно отличается от бомболюка В-24, потому что здесь, как видите, нет центрального прохода. Здесь все пространство доступно. Именно вот это вот огромное бомбовое пространство позволило впихнуть сюда первую атомную бомбу. Вот эта вот заплатка на этом самолете, вот она имеет свою историю. Вот если подойти к этому стенду, вот на нем… АПЛОДИСМЕНТЫ